Сегодня Кабмин одобрил проект закона о передаче ряда госфункций в конкурентную среду. Довольны ли казахстанцы качеством медицинской помощи? Ответ на этот вопрос теперь будут искать частные компании. Кроме того, сейчас ведется анализ готовности рынка по такой группе функций, как энергетический аудит, обращение твердобытовых отходов, налоговых консультаций и профессиональной деятельности медработников. Происходить этот процесс будет системным. По словам разработчиков, семь основных этапов, начиная от отбора предварительного перечня его одобрения, обсуждения и заканчивая анализом готовности рынка и окончательными рекомендациями. На заключительном этапе предусматривается мониторинг за реализацией передовых функций госорганов в конкурентную среду. Главным фактором здесь является обратная связь со стороны населения. Все жалобы будут обрабатываться после того, как будет происходить ежегодный обработка этих данных и по результатам будет носиться результат передачи на специальную комиссию. Уже после решения, если комиссия посчитает, что после определенного периода передача самой госфункции себя не оправдала, то есть механизм обратного возврата этой функции. Рисоводы Балхашского района Алматинской области в этом году собирают богатый урожай риса. С гектара выходит более 40 центнеров. Хорошим подспорьем в этом году стало жаркое лето, говорят аграрии, а также соблюдение передовых технологий выращивания зерновой культуры. В целом под рис в Алматинской области отведено почти 11 500 гектаров пашни. Сейчас уже собран урожай с половины площади. Наша съемочная группа побывала на рисовых чеках одного из крупных хозяйств региона. 2000 гектаров составляют пассивы риса в одном из крупных хозяйств Балхашского района ОТИС Агдала. Сейчас вся техника на полях. С круга комбайны собирают в среднем по 40-42 центнера. За последний год-два это очень хороший результат, говорят аграрии. До этого были проблемы с нехваткой воды, которая поставляется на полях с Копчегайского водохранилища. Нынешним летом рисовые чеки щедро поливались, и результат превзошел все ожидания. Рис – культура солнечная. Нужно много светового времени и, конечно, жаркой погоды. Этим летом природа нас щедро наградила. Рис хорошо поднялся. Конечно, не обошлось и без передовых технологий. Мы соблюдаем севооборот, применяем технику последнего поколения в посеве и обработке, а также выращиваем современные сорта риса. Последние годы предпочтение отдаем сорту анаит. Мы его районировали, и сейчас из года в год получаем хороший урожай. Площадь посевных земель в районе составляет около 22 тысяч гектаров. Половина из них засевается рисом. В этом году уборку культуры выделено 126 миллионов субсидий. Благодаря этому вовремя удалось закупить горюче-смазочный материал по льготной цене. Также наши рисоводы получают и субсидии на удобрения и семена. На один гектар почти 13 тысяч тенге. Необработанный рис доставляется на таках хозяйства, а после очистки – на завод. В сутки он перерабатывает 30 тонн сырья. Также предприятие принимает и урожай соседних хозяйств. За сезон реализуется по 400-500 тонн риса. Всю продукцию пока поставляем в основном на внутренний рынок. В этом году ведем переговоры с российскими партнерами. Сейчас подписываем договоры. Если все удастся, начнем поставки в Россию. В Балхашском районе урожай с полей принимает три крупных рисоперерабатывающих завода. Сейчас в Закрама собрано почти 20 тысяч тонн злаков. В целом же в Алматинской области в этом году под рис отведено почти 11 500 гектаров. Пашни. Благодаря высоким темпам уборки собрано более половины культуры. Акмолинская область первая из северных регионов успешно завершила уборочную кампанию по зерновым и зернобобовым культурам. Ими в этом году акмолинцы засеяли 4,3 миллиона гектаров. Намолотили 5 миллионов тонн со средней урожайностью 11,85 центнеров с гектаром. Сейчас в регионе продолжается уборка масленичных культур и овощей. 2 миллиона тонн зерна Акмолинцы планируют отправить на экспорт. Собрано 5 миллионов 123 тысяч тонн хлеба. В текущем году уборка была непростая, но несмотря на сложные природно-климатические условия, хлеборобы смогли оперативно, слаженно и своевременно провести весь комплекс уборочных работ. В этом году качество урожая намного выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день из 1,3 миллиона тонн поступивших зерна на хлебоприемные подприятия, 87,5% составляет третьего класса. Когда в прошлом году этот показатель составлял 57-60%. Далее информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам утренней сессии курс доллара составил 339 тенге, 54 тена. Общий объем сделок превысил 75 миллионов в американской валюте. На объекте строительства Абу-Даби-Плаза надломилась стрела башенного крана. Произошло это сегодня утром. Информацию подтвердили в Комитете по чрезвычайным ситуациям. По словам официального представителя Руслана Иманкулова, участие спасательных подразделений пока не требуется. Однако они находятся в постоянной готовности и будут привлечены по мере необходимости. Сегодня около пяти часов утра в Ясильском районе города Астана на строящемся ЖК Абу-Даби-Плаза надломилась стрела башенного крана и повисло на тросах на верхнем этаже строящегося здания. Все ответственные подразделения на месте. Демонтаж будет произведен строительными организациями в ближайшее время. В Шемкенте центральная ТЭЦ погасила долги за газ. Напомню, тепловики задолжали газовой компании более полутора миллиардов тенге и объект полностью отключили от голубого топлива. ТЭЦ простаивала больше полугода, но в ближайшие дни работа там будет возобновлена. Решить проблему удалось за счет продажи госакций в ТЭЦ. Акимат Шемкента продал 18% своей доли инвестору за 1,8 млрд тенге. Их приобрел бизнесмен, который ранее владел большей частью акций теплового гиганта. Как пояснили специалисты, долг образовался не за один год. Сумма растет из-за частых аварий на теплотрассах. Тепло вырабатывается, но не доходит до потребителя в нужном качестве. На ситуацию влияют и долги злостных неплательщиков. В этом году специалисты провели реконструкцию магистральной теплотрассы, а также текущий ремонт магистралей в южной и северной части города. Сейчас только 260 домов не готовы к подаче тепла. Отопительный сезон в Шемкете начнут после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов. В этот отопительный сезон мы входим в отопительный сезон с ТЭЦ-3. Сразу вам хочу сказать, что сегодня утром оплата прошла. И надеемся, что к вечеру она поступит насчет кастерного газа. И с 1 октября мы планируем открыть работу ТЭЦ. В приорале отопительный сезон начнется вовремя. Объекты жилого фонда и социальной сферы готовы к зиме на 98%. В этом году на ремонт тепловых сетей и котельных города основного и вспомогательного оборудования Казалардинской ТЭЦ потрачено 127 миллионов тенге. В рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития начата реализация двух инфраструктурных проектов. По теплоисточнику обеспечен аварийный запас и решен вопрос из приобретения мазута. К слову, сегодня услугами городской ТЭЦ пользуются около 650 многоэтажных домов и более тысячи социальных объектов. На данный момент мы уже магистрали и тепловые сети города заполняем водой. Начинаем уже подключать дома. Я думаю, что к пятому числу мы поставим уже на холодную циркуляцию тепловые сети. К этому времени, наверное, все те, которые оставшиеся работы по тепловым сетям и по теплоисточникам, мы выполним. Согласно официальным данным Министерства обороны США, Пентагон предоставит президенту Дональду Трампу варианты борьбы с Северной Кореей. Бомбардировщики ВВС США, сопровождаемые истребителями, уже совершили полет над водами к востоку от Северной Кореи. Напомню, что эскалация конфликта между странами возникла после высказываний президента США, который Пхеньян расценил как объявление войны. Министр иностранных дел КНДР заявил о готовности сбивать американские стратегические бомбардировщики. Даже если они находятся вне воздушного пространства страны. Рядом с бангладешским городом Коксбазар беженцы Рахинджа возводят временное жилье. Мест в официальных лагерях не хватает. Поэтому власти отвели для строительства небольшой участок земли. Там смогут остановиться почти 60 семей, бежавших из Мьянмы. Новое жилье будет простым, но переселенцы рады и такому, хоть и временному дому. Беженцы из Мьянмы очень страдают. Я подумал, что им нужно убежище и попросил разрешения у правительства. Оно позволило использовать землю. А это Куту-Паланг, самый большой лагерь для беженцев Рахинджа в Бангладеш. Здесь работает импровизированная больница, куда ежедневно приходят десятки пациентов. Врачи-добровольцы уже оказали помощь более 600 беженцам. Среди них много детей и пожилых людей. Благотворительная организация опасается, что люди могут заболеть холерой, поскольку употребляют грязную воду. Кроме того, некоторым угрожает гибель из-за недоедания. Опасаясь преследования со стороны военных в Бангладеш из Мьянмы, бежали уже 430 тысяч человек. У них различные инфекционные заболевания. Диарея, инфекции дыхательных путей – это основные проблемы. Мы шли из Мьянмы в Бангладеш 15 дней. Мой ребенок голодал, заболел лихорадкой. Появились и другие проблемы. У него даже тело опухло из-за долгой ходьбы. Он чуть не умер. Курды проголосовали за независимость от Ирака, несмотря на угрозы Багдада. А также протесты со стороны Анкары и Тегерана участие приняли 5 миллионов человек. Это почти 80% от общего числа зарегистрированных для голосования. По предварительным данным, большинство высказались за независимость Курдистаном. Так передают местные СМИ. Официальными же результаты волеизъявления граждан объявят в течение трех суток. Я пошел на избирательный участок и проголосовал, потому что независимость является нашим естественным правом. Я надеюсь, что правительство признает итоги референдума. Мы из Масула. Из-за войны мы бежали оттуда и приехали в этот лагерь, который находится на территории курдской автономии. Местные жители нас тепло приняли и помогали, чем могли. Поэтому я за независимость Курдистана. Но, по мнению экспертов, плебисцит не принесет подлинной независимости, обернется лишь конфликтами и экономическими проблемами. Курды – крупнейший народ в мире, не имеющий собственного государства. Самые большие диаспоры проживают в Турции, Ираке, Иране и Сирии. Все эти страны выступали против проведения референдума. Неуместным его считают и в США, и в Европе. В Японии 28 сентября распустят Нижнюю палату парламента. Об этом на пресс-конференции в Токио официально объявил премьер-министр страны Синзо Абе. По его словам, избирательная кампания начнется 10 октября, а внеочередные выборы, как ожидается, пройдут 22 октября. Также премьер отметил, что решение было принято в связи с растущей напряженностью вокруг НДР. Отмечу, срок полномочий нынешнего состава Нижней палаты парламента истекает в декабре следующего года. Последний раз выборы в Нижнюю палату парламента Японии проводились три года назад и завершились победой Либерально-демократической партии и Новой Камейту. Сейчас депутаты от этих партий занимают 323 из 475 депутатских кресел. Еще 92 места у ведущей оппозиционной демократической партии. Учитывая ситуацию на корейском полуострове и постоянные угрозы КНДР, я считаю, что проведение внеочередных выборов – правильное решение. Я уверен, что единственный путь – это по максимуму увеличить давление на Северную Корею. Поэтому мы должны провести голосование, чтобы узнать мнение людей по этому поводу. Власти Китая заблокировали WhatsApp на территории страны в преддверии съезда коммунистической партии, которая пройдет в октябре. По словам местных жителей, перебои в работе мессенджера начались еще на прошлой неделе. Теперь же приложение совсем не работает. Китайские пользователи не могут отправить ни текстовые сообщения, ни фото или видео. Отмечу, интернет в Китае подвергается строгой цензуре. Там запрещено использовать большинство мобильных приложений для обмена текстовыми сообщениями. WhatsApp был последним доступным продуктом американской компании Facebook в Китае. Сама социальная сеть была заблокирована еще 8 лет назад. Операции в 3D-режиме впервые проводятся в Караганде. В городе прошел международный мастер-класс, где хирурги и онкологи продемонстрировали инновационные технологии. Приглашенный из Японии профессор хирургии ассистировал карагандинским медикам и прочел лекции. Первая лапароскопическая операция с участием японского специалиста прошла в медицинском центре медуниверситета. За процессом в реальном времени наблюдали хирурги и студенты. Для этого им понадобились 3D-очки. Была применена технология с 3D-экраном, объемным изображением в животе. Не в каждой клинике это есть. Я в хорошем смысле поражен вашим оборудованием. Ваш медицинский центр хорошо оснащен. Есть определенные ограничения лапароскопических операций, которые, когда мы не видим глубину, когда мы оперируем, мы не видим глубину расположения органов. А вот 3D-режим, он позволяет, или стереорежим, скажем так, позволяет как раз нивелировать вот этот вот недостаток. С начала года в Казеларденской области зарегистрировано 250 ДТП, 57 из них с участием детей. В семи случаях фигурируют пассажирские автобусы. Погибли 7 малышей, еще 55 травмированы. Тревожная статистика стала поводом для введения новых стандартов. Теперь автотранспорт, который возят до шкаля, должен быть выкрашен в желтый цвет. Оборудованы желтым проблесковым маячком, опознавательным знаком «Внимание, дети!» и ремнями безопасности. Первые 11 машин на днях презентовали дорожно-патрульные полицейские региона. Нарушение установленных норм грозит водителям отстранением от работы, а владельцам дошкольных учреждений – штрафами. Стражи порядка уверены, что новшество позволит в разы повысить безопасность малышей на дороге. Транспорт, предназначенный для перевозки детей, должен соответствовать по назначению, конструкции и техническим требованиям. Такие автобусы должны иметь не менее двух дверей. Количество детей в них не должно превышать количество посадочных мест. Еще одно важное условие – колонны из двух и более автобусов с детьми на загородных трассах в целях безопасности должны сопровождаться спецмашинами органов внутренних дел. В Атерау прошел творческий вечер, посвященный 80-летию известного казахстанского общественного деятеля и культурного деятеля Морзатая Желдозбекова. Мероприятие организовано в рамках реализации поручений главы государства в программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В ходе вечера собравшиеся смогли не только обсудить труды писателя и ученого, но и услышать музыкальные произведения, авторство которых принадлежит Морзатая Желдозбекова. Этот человек, безусловно, один из самых ярких казахстанских ученых, внесший неоценимый вклад в исследование древних памятников тюркской культуры, например, о расшифровке записей Архон Енисей. С другой стороны, это очень талантливый композитор, писатель. И то, что он решил отметить свой юбилей здесь, в Атерау, это очень большая честь для нас. В Актюбье прибыли первые делегаты республиканского форума «Туганжер». Он пройдет в регионе 28-29 сентября. По словам организаторов, его главная миссия – вовлечение уроженцев, добившихся определенных успехов, в социально-экономическое развитие родного края. Ожидается, что участие в форуме примут почти 300 известных актюбинцев из 20 стран – представителей бизнеса, культуры, образования, здравоохранения и спорта. Актюбинские меценаты весьма активны. В этом году они запланировали реализовать на Малой Родине более 500 проектов на сумму почти 3 миллиарда тенге. Большая часть уже выполнена. К примеру, ведется строительство, реконструкция и оснащение социальных объектов современным оборудованием, благоустройство населенных пунктов и ремонт дорог. Все, что я получила в Москве или за рубежом, где была, я внедряю у себя в своей республике. По молодости мы стремимся получать все, а когда уже наполняешься с возрастом, тогда хочется уже отдавать то, что ты имеешь, и отдаешь это своей родной земле. Наряду с французским, итальянским и испанским языками в числе красивых и мелодичных особое место занимает казахский язык. Так считает кандидат филологических наук из Кокшитау Нурта Сахат. По его словам, переход на латинский алфавит не просто требование времени, это возвращение к своим корням и вместе с тем возможность технологической интеграции в современности. 4 миллиарда человек на планете, а это 80% населения мира, используют латиницу. Сейчас в Казахстане наметилась тенденция к формированию нового образования, и латиница способна передать все фонетические особенности языка, сохранив при этом звучание специфических букв, считает Нурта Сахат. Еще Мухтар Ауэзов начинал писать известное произведение Путябая «Арабская вязью». Продолжил латиницей, а завершал его уже на кириллице. Ему не было сложно. Фонологи говорят, что мышление, психология и даже физиология человека легко осваивают латиницу. Это действительно так. Если мы хотим интегрировать в цифровое информационное пространство, а это нужно нашим будущим поколениям, то обществу важно понять необходимость перехода на латиницу. Больше новостей смотрите на сайте Тройной W24KZ. На этом у меня пока все. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова